В этом году школьные парты покинули 1739 юных орловчан. По окончании учебного года 194 выпускника стали золотыми и серебряными медалистами. 50 были вручены статуэтке «Лучший выпускник Орловской области 2012». В Орле прошли выпускные вечера в школах. Радостный праздник взрослой жизни для одних и печальный для родителей. Детство кончилось. Жизнь достаточно сложная, и чтобы все получилось, как хочется нам, как родителям. Мне, допустим, как маме, хочется удержать от большинства ошибок своего ребенка, но не понимаю, что это невозможно. Суд вынес приговор по нашумевшему делу орловских партизан. 11 членов организованной преступной группы, в состав которой входили преподаватели, трое выпускников Академии ФСО России, а также преимущественно неработающие жители Орла в возрасте от 17 до 24 лет, свой первый поджог осуществили еще в 2009 году. Лишь 28 июня 2012 был вынесен приговор, который многие сочли весьма мягким. Вынуждался в вершинный суд, он упил моего ребенка, не за что. Второго он инвалидом, как второго стрелял. Что такое 16 лет? Наказали по жизни ему. Артаманову просили 20 лет лишения свободы. Суд назначил, если не ошибаюсь, 12. Мы меньше 10 лет никому не предлагали. От расписных платков, статуэток в морском стиле до современной живописи и фотографии. Более 240 работ представлено на 24-й областной выставке «Товарищество орловских художников». Тематика одна – это, скажем, то, что волнует меня, то, что положительно, то, что трогает душу, то, что не оставляет равнодушным. На этой неделе отметили День молодежи. Пятачок перед кинотеатром «Победа» стал площадкой, где на глазах у изумленной публики свои таланты продемонстрировали молодые уличные художники, мастера боди-арта и не только. В «Орле граффити» мало кто занимается, это считанные люди, потому что у нас неотработанная эта индустрия.